Добрый вечер. Давайте проверим, как меня слышно. Добрый вечер. Слышно хорошо. Сегодня у нас небольшая тема, маленькая. Гипервитаминоз витамина А у кошек. Симптомы, теология, диагностика и лечения. Давайте я начну. Если не буду пропадать, пишите. Начинаем. Избыток ретинола. Это у нас гипервитаминоз А. Как и все остальные гипервитаминозы, они считаются патологическим состоянием, которое нужно лечить и корректировать. Ошибочно предполагают владельцы чаще всего, что чем больше витаминов, тем лучше. Но избыток одного какого-то компонента, микроэлемента, оно может привести к нарушению обмена веществ и также провоцировать какие-то патологические состояния здоровья наших домашних животных. Гипервитаминоз – это избыток какого-то витамина в организме. Дословно, от слова гипер, это много, так же как выше нормы, мы говорим о гипервитаминозе А. Значит, витамины у нас – это основная составляющая, часть не только кошачьего, но и рациона всех животных, а также человека. Однако витамины, все микроэлементы, их следует употреблять в умеренных количествах. Больше всего витамина А – это в печени. При избытке витамина гипервитаминозе А происходит отравление. Значит, повышенный уровень витамина А может вызывать повреждение печени и нарушать костный метаболизм, приводя к чрезмерному росту костей. При длительном воздействии кости в ответ на гипервитаминоз могут срастаться. Особенно это происходит в позвоночнике и в суставах. Также вызывает дискомфорт и болевые ощущения. Различают. Острую форму и хроническую. Остро возникает при введении в организм, когда сразу большое количество, большие дозы поступают одновременно, однократно. Хроническая форма – это при длительном употреблении витамина, допустим, с постепенно накапливанием. Так как это у нас жирозостворимый, да, он может накапливаться в организме. И, соответственно, острое и хроническое, они будут по-разному проявлять себя. Значит, немножко витамина А. Витамина А у нас участвует в процессе пролиферации и дичной циропки клеток. Также синтезе половых гормонов, необходимым для сумеречного зрения и является одним из основных антиоксидантов. Содержится он в печени, в рыбьем жире, яйцах, молочных продуктах. Из растительной пищи он содержит, значит, растительная пища содержит предшественники витамина А. Это каротиноиды, часть из которых при всасывании превращается в ретинол. Значит, гипервитаминоз возникает только, когда именно поступают витамина А, ретинол и ретиноиды. Про витамины каротиноиды, они не опасны. Для кошек, допустим, если вес 3 кг, то нормы будут считаться 172 международные единицы в сутки. Можно в безопасных дозировках, если в 10 раз увеличено, то, в принципе, как бы считается безопасным. В 10 раз, да, это, соответственно, 1720. Что меньше, это дефицит, что выше, это избыток. Но верхний предел очень тяжело рассчитать, поэтому, допустим, 3 кг кошки, 172 международные единицы в сутки, это норма считается. И нужно учитывать, что витамина А – это жир растворимый, он накапливается в организме и очень медленно выводится. Поэтому и опасен именно хронический накапливается. Поэтому, если давать даже, допустим, витамин Е редко или продукты, которые содержат витамин А очень редко, но в больших порциях, результат будет также гипервитаминоза А из-за того, что он накапливается. Например, если давать печень один раз, пускай в неделю, но в больших количествах. Также можно получить гипервитаминоз А за счет накопления витамина в организме. Только хроническая форма будет. Причины гипервитаминоза – это неправильное кормление, когда несбалансированный рацион. Также, если дают витамины не по схеме, не соблюдая дозировки, кормление готовыми карманами и натуральными одновременно. Соответственно, гипервитаминоза может поступать в избытки. Владельцы часто у нас нарушают схему кормления. Если они кормят кормами, они очень часто любят давать что-то дополнительно. Например, смешивать еду. Не рекомендуют давать сухой корм и влажный разных производителей, потому что так же может привести к избытку витамина. Или дают сухой корм и мясо. Чаще всего по препарту печени содержится. Значит, почему это происходит? Ну, готовые корма, они уже сбалансированы по суточной норме витаминов и минералов. И, соответственно, если мы даем сухой корм, то количество, которое рассчитано животными, он уже на день сбалансирован. Даже если мы будем давать половину дозы и добавим к этому рациону еще из натуральных продуктов, что-то, что содержит витамина А. То есть, соответственно, кошка будет получать избыток витамина. И он будет постепенно так же накапливаться. Опять же, будет приводить к хроническому гипервитаминозу А. Клинические признаки. Как делится у нас на острый хронический, то признаки будут чуть отличаться не сильно. При остром гипервитаминозе А будет наблюдаться светобоязнь, рвота, диарея, снижение активности, снижение аппетита будет, мышечно-суставные и облиминальные боли. Также будет гиперемия кожных покровов, судорожный и паралитический синдромы животного наблюдаться. Могут даже быть симптомы менингита. При хроническом гипервитаминозе можно наблюдать желтушность кожных покровов. Также будет тошнота и рвота со временем, не сразу. Нарушение активности, ну, животное может быть гиперактивное, да. Также будет вялая кожа, будет шелушиться, появляться на коже могут трещины, аллопеции, выпадение шерсти. При хроническом течении будут проблемы с печенью и селезенкой, печень будет увеличиваться. Также будет печеночный, почечный недостаточно, да, и печеночный. Также проблемы развиваются серьезные со стороны зрительной системы. Это отечность, воспаление и снижение зрения. Воспаление опорно-двигательного аппарата, кальцификация, нарушение регенерации хрящевой и костной ткани. Это будет приводить к перелому, вывихам. При хронической форме признаки появляются не сразу, заметны они могут быть спустя несколько месяцев, а то и годы. Все зависит от того, как кормить животного. Если это котенок, то у него быстрее могут признаки проявиться через несколько месяцев. Будет также вялость, скованность движений суставов, потеря аппетита, суставные боли. И кошки принимают позу кенгуру в сидячем положении, когда она вытягивает передние лапки. При избытке ретинола у кошек начинается патологическое возрастание хрящевой ткани. Чаще всего это начинается с шейного отдела подморков. Хрящевые отростки, они деформируются и окостеневают. Суставы теряют гибкость. В результате кошке очень тяжело поворачивать голову. И при груминге ей очень тяжело себя вылизывать, так как она не может дотянуться ни до спины, ни до боков. Также происходит деформация суставов, как передних, так и задних. Может быть, стопохождение, может быть, кто-нибудь видел, когда кошка опирается полностью на пальцы, а именно на всю полностью лапу. То есть для скакательного сустава. И также будет наблюдаться сильная хромота у животного. Такое состояние является необратимым. Даже если нормализовать рацион и отменить большое количество витамина А, суставы в норму не придут. Останется только поддерживать это состояние и не допускать ухудшения. Также хронический гипервитаминоз А, он сказывается на состоянии печени и почек. Сопровождается это хронической печеночной почечной недостаточностью. Значит, если кошке давать сразу много, допустим, большое количество витамина А, то изменения на рентгене в состоянии костей можно увидеть уже через несколько недель, через пару месяцев, через три. Если дозировки будут ниже, но также будут нарастать, и хронический гипервитаминоз развивается, то дольше времени нужно для того, чтобы увидеть какие-то изменения. И владельцы чаще всего их не замечают, они просто думают, что животное стало вялое, потому что оно там выросло, успокоилось. Если сделали кастрацию, значит после кастрации успокоилось. Ну, уже через несколько лет можно увидеть какие-то ухудшения со стороны, допустим, опорно-двигательного аппарата, либо со стороны шерсти, болезненность какая-то будет. Поэтому при постановке диагноза нужно также дифференцировать гипервитаминоз А. Он не сразу проявляется. Диагностика затруднена при гипервитаминозе. Для постановки вообще необходимо определить концентрацию витамина А в сыворотке крови. Значит, нужно оценивать симптоматику. Также ежедневный рацион животного и лекарственные препараты, ну, витамины какие владелец дает. Также обязательно осмотр кожных покровов, выявить сухость, шелушение, падение шерсти. Для более точных диагнозов, в любом случае, нужно лабораторное инструментальное исследование, которое даст определенный уровень витамина А в крови и мочи. Для этого анализ крови на уровень витамина А рентген делается. Для того, чтобы определить состояние костей и суставов, биохимия необходима для контроля состояния печени. Также делают ультразвуковое исследование. Оцениваем тоже состояние печени и определяем характер нарушений. В некоторых случаях может понадобиться осмотр дерматолога, эндокринолога. Это для того, чтобы исключить другие заболевания, которые могут дать похожую симптоматику. Лечение начинается с отмены, в первую очередь, с отмены препаратов, которые употребляют. Это витамины. Если животным дают, значит, дальше тщательно нужно пересмотреть ежедневный рацион кошки, исключить все продукты, которые богаты витамином А. В период лечения запрещается употреблять пищу молочной продуктой, если порах натуралкой. Значит, ежедневный рацион и отмена препаратов – это одна из основных петелей лечения для того, чтобы нормализовать здоровье животного. Также необходимо восстановить функции печени, поражение кожных покровов и улучшить употребление состояния пациента. Это тоже нужно для этого изменить рацион. Если уже есть какие-то изменения в печени, то тогда здесь нужно назначать гипатопротекторы. Они будут нацелены на улучшение питания и восстановление печени. Внутри мышечные инъекции витамина С, либо внутривенные, да, скапельницы, они будут снимать интоксикацию организма. Также показаны приемы витамины Е, но в таблитируемом виде. Инвазионная терапия. Если соблюдать назначение, владелец соблюдает назначение, то, в принципе, курс лечения будет где-то до месяца, месяц. И, в принципе, симптомы исчезнут. Ну, какие-то изменения в опорном двигательном порате не останутся, так как они уже необратимы. Боль можно снизить, применяя болеутоляющие противовоспалительные препараты. В некоторых случаях врачи могут прибегать к хирургическим операциям, но это по показанию уже хирурга. Это уже в тяжелых случаях делается. Ретиноиды у нас содержатся в продуктах животного происхождения. Это такие, как рыбий жир, печень трески, говяжий печень, желток куриного яйца, почки говяжьего, перепелиные яйца, уголь. Молочные продукты содержат витамин А. Чем жирнее молоко, тем больше витамин А. Хорошо, покажу. Животным, значит, вводят обычно яйца из субпродукта, это печень, почки, сердце, также молоко. Но в любом случае, когда составляет рацион питания, если он из натуралки животных, то там нужно соблюдать. Я чуть-чуть расскажу, но обычно у нас уже все кормят сухими кармами, они сбалансировались. В принципе, чтобы ничего нового не придумывать и не рассчитывать, да, можно, в принципе, переводить животных на сбалансированный сухой корм. Если у кого-то, допустим, есть непереносимость какая-то у кошек, либо владелец сам хочет натуралку кормить, то здесь уже нужно рассчитывать рацион и, соответственно, количество витаминов, которое необходимо. Значит, в продуктах растительных происхождений тоже есть витамина, например, морковь, шпинат, абрикосы, они содержат каротин. Каротин, он не усваивается кошками, поэтому кошкам не подходит корма витаминовый добавок, где витамин А представлен в форме каротина. Ну, как бы, это нужно учитывать при выборе питания для животного. Морковь, она не бредна животным, но ее не рассматривают как источник витамина А. Просто есть она, есть. Если у нас владелец принимает решение, значит, мы ему составляем рацион и балансируем. Норма потребления витамина А, она по всех источниках варьируется, но 5000 мая на килограмм международных единиц – это 23,50 на килограмм веса. Если мы говорили в 172 на 3 килограмм, ну, где-то так и выходит. 150-170 на 3 килограмм кошки. Они в разных источниках разные. Приблизительно в одном уровне. Значит, можно ли комбинировать натуральный рацион и промышленные корма? Смешивать корма разных типов смешивание может привести к проблемам со здоровьем, мы это знаем. Поэтому готовые промышленные корма, они строго сбалансированы по содержанию витаминов и метроэлементов. Если включить натуральные ингредиенты, это может вызвать дисбаланс и проблемы с пищеварением. Соответственно, если этим кормить постоянно, то может привести это к развитию хронических заболеваний, как раз таки к хроническому гиперэтименозу А. Поэтому лучше всего у кошек особенно придерживаться одного типа кормления. Ну, и не только у кошек. Сухие корма, чем они хороши, да? И когда их выбирают, то, что можно сказать, их пользуют. Значит, корма сухие, они сбалансированы по составу, прессованные гранулы, они содержат необходимое количество белков, витаминов, микроэлементов, аминокислот. Если же мы будем составлять рационы с натуральным кормлением, у нас могут возникнуть проблемы именно с подсчетом. Потому что форму нужно высчитывать на каждое животное индивидуально, и если животное ведет какой-то определенный образ жизни, для него тоже. То есть, если это маленький котенок, для него одно количество витаминов, да, и микроэлементов. Если это кошка беременна, для него совсем другое. Индивидуальный подход при изготовлении сухих кормов. Значит, есть очень большое количество разных кормов, они разные линейки, для разных типов, видов кошек. Это диетический, есть для кошек с чувствительным пищеварением, для стерилизованных, для аллергиков, для котят, для кошек, у которых проблемы с зубами, с кожей и так далее. Также простота в расчете. Уже на упаковке указана частота кормления кошек, кормить желательно два раза в день. Зависит это все от возраста, маленьких мы чаще кормим, от веса питомца. Если животное нужно, чтобы оно похудело, ему определенное количество корма. Но если это нормальное животное, кастрирование, для них написано, с кого количество корма необходимо. Также длительный срок хранения, они очень долго хранятся, сухие корма. И самое главное, это экономия времени владельца. На что-то больше времени остается. Нельзя смешивать сухое питание и натуральное корма, даже потому, что для того, чтобы переварить мясо и гранулы, организм выделяет различные ферменты. Сочетание этих ферментов может усилить нагрузку на печень и поджелудочную железу. Смешивание сбалансированных гранул натуральных продуктов может привести к переизбытку одних веществ и недостатку других. При кормлении сухими кормами должно быть обязательно доступ к чистой воде, так как корма у нас не содержит жидкости. Есть корма эконом-класса, которым они рекомендуют. Да, это риск, скитикет. Это эконом-класса. Они не отвечают по всем стандартам. То есть там понятно, что они будут сбалансированы, но у них только яркая куковка. Они навряд ли содержат необходимые белки, витаминные элементы. Там в основном мясо, костная мука, скорее всего. Поэтому употребление эконом-класса кормов, мы знаем, что приводит к проблемам со здоровьем. Чаще всего это мочекаминная болезнь. Влажные корма. Влажные корма у нас. Также, в принципе, по суставу, как и сухие, только содержат жидкость в воду. Их чаще всего дают животным, допустим, кто не ест сухие корма. Или у кого есть какие-то проблемы, потому что также есть влажные корма, которые рекомендованы для животных с такой патологией. Или, например, если животное не пьет много воды, то им тоже может давать. Значит, влажные корма можно сочетать с сухим кормом, но взлать на одной линейке. На упаковке тоже должно быть указано. И при вообще рекомендации каких-либо кормов это все указывается. Но влажные корма не хранятся долго, тем более при комнатной температуре. Ну и корма супер пленокласса, они, конечно же, дорогие, но сбалансированные. Значит, из натуральных кормлений кормов это ковядин, телятина, индейка, курица, субпродукты, кролик. Мясо лучше давать животным в сыром виде, мелкими кусками. Желательно перед этим проморозить. Субпродукты обязательно отваривать. Соринину барально не дают. Считается слишком жирной. Рыбу животным, ну если ситят они натуралки, да, рыбу можно, но не в больших количествах. Один раз в две недели рекомендует, тоже в пареном виде, так как большого употребления рыбы может также привести к мочекамболизмам. В речной рыбе очень много проразитов, особенно в щуки, в хищной. Можно смешивать с крупами мясо, сырое мясо дают отдельно. Значит, дополнительно можно давать перепелиные яйца раз в неделю, это если у нас натуралки сидит творог. Два-три раза в неделю. Маленьким почаще дают. Кисломолочные продукты, если нету каких-то проблем, потому что иногда, когда дают кисломолочные продукты, у животных происходит расстройство пищеварения. Тогда им не нужно. Если нету расстройства пищеварения, то можно давать кисломолочные продукты. Овощи можно давать, да, уже понятно, что, в принципе, морковь именно не усваивается. Траву можно самим проращивать, в магазине, который продают, они не особо едят, поэтому ее можно самим проращивать. Это овес продается в магазине, можно рекомендовать с удовольствием проращивать. Так как балансировать натуральное кормление нужно самим, да, то при натуральном кормлении в этот рацион можно включать витаминно-минеральные комплексы для кошек. Их тоже очень много, они продаются. Эту дозировку уже вы можете сами подбирать и рекомендовать подельцу. Это нужно считать. Зависит от того, сколько раз кормят кошку. Но вообще, обычно я кормят два раза в день. Котят чаще, но маленькими порциями. Значит, вообще, если брать, допустим, без кошки 3 килограмма, как мы изначально начали, то в граммах мяса в сутки ей нужно 80 грамм. Овощей где-то грамм 10. Если дают и кисломалочный продукт, то где-то грамм 70. Крупы 45 смешивают. Вот из такого расчета. Все, тема небольшая, но я надеюсь, что здесь понятно, что... Можно сперва первые действия показать. Если есть какие-то образы, давайте... Пожалуйста. Все, тема небольшая. Пожалуйста. Все, тема небольшая. Пожалуйста. Всем спасибо.